Привет всем, с вами Куприяненко Артем и сегодня мы научимся моделировать вот такой вот динамик. Итак, начнем. Первое с чего мы начнем это с определения сечения вот этой вот части динамика, диффузора. Итак, мы будем рисовать сечение сплайном. Для начала я набросаю грубый сплайн, а потом приведу его в более детализированную форму. Итак, начинаем с внешней части. То есть мы видим здесь такую вот горизонтальную линию, вот она готова. Потом у нас идет подъем и выход на дугу, что мы сейчас и сделаем. Скорее всего лишняя точка. Вот здесь мы выходим на дугу. Потом дуга заканчивается на той же высоте, где и начиналась. Сейчас с привязкой просто это место обозначаем. Примерно так. Потом идет такая вот конусообразная прямая линия. Затем небольшая фаска. Такой вот уступ вниз. Далее куполообразный динамик. Вот эта линия сформирует нам купол. Опять фаска. Здесь нужно будет добавить еще по 3 точки. То есть 1, 2. 1, 2 по 2 точки. Эти точки у нас уйдут вот так вот вниз. Это будет такая легенькая фасочка здесь. И потом пошел такой меньший купол динамика. Так. Примерно обозначили основные элементы. Теперь давайте попробуем сделать это более детально. Итак. Нам нужен радиус в этой части. Поэтому сюда попробую применить филид. для начала. Интерполяцию ставим адаптивную. Вот так вот. Кривой без Е. Ищем необходимый нам радиус. Видим, что здесь очень плавно уходит линия. То есть без явного стыка. Поэтому здесь тоже у нас будет кривая без Е. Вот эта линия пошла. Потом здесь в этой части все-таки с фаской. Вот такой. Она переходит в полку. Эту фасочку мы таким вот образом обозначим. Здесь желательно сделать легкий филет, если мы хотим получить хайпольную модель. После этого пошла ровная полка. Опять же легкая фаска. И еще одна фасочка. Эту линию я наверное подниму чуть повыше, потому что здесь совсем такой незначительный переход. Далее формируем наш купол. Так, здесь у нас будет линия без Е. Даже не без Е, а без Е Корнер скорее. И здесь тоже самое. Здесь будет без Е Корнер. Теперь формируем радиус. Это место пока что оставим без изменения. Я просто-напросто сделаю симметрию. В этой части. И сейчас сформируем второй купол. То есть здесь тоже нужно получить без Е Корнер. В этой точке и в этой точке тоже без Е Корнер. Кривыми формируем куболообразную форму. И теперь можно попробовать провернуть наш очерк. И посмотреть как мы попали в пропорции. Итак, используем модификатор Lace. Аксис ставим в центр. Следим за тем, чтобы вот эта вот центральная точка была открытой. И наращиваем количество сегментов. Таким образом получаем форму близкую к той, которую мы пытаемся повторить. Я смотрю, что я немножко не попал в пропорции. Конкретно вот этот вот купол малый, он должен быть побольше. Поэтому я возвращаюсь на уровень работы со сплайном. и правлю это место. То есть мне нужно сейчас сделать его больше. То есть я его сильнее вытягиваю сюда. И сильнее тяну вот сюда. Вот примерно такая форма. Опять возвращаемся на Lace. Корректируем положение оси Axis. Ну вот примерно то, что нам нужно. Очень похоже по пропорциям. И в целом похоже по форме. Теперь мы сформируем вот это вот кольцо, которое удерживает динамик. И потом займемся моделингом шурупов. Итак, что я здесь вижу? Мне в этом сплайне не хватает еще одного элемента. То есть тот элемент, который сформирует мне фаску. Вот эту вот примыкающую. Здесь нам нужно добавить сегмент. Поэтому перехожу в режим работы с сегментами. Create line функция. Включаю привязку. И добавляю линию. Как он спросил замкнуть. Я нажал да. Нужно нажимать нет. Вот. Либо же так. После этого переводим эту точку в режим corner. Привязываемся. И здесь делаем легкий филет. Можно чемфер в принципе. Включить привязку. Здесь уже у меня две точки скорее всего. Так. Еще раз. С привязкой устанавливаем point. Выбираем эту точку. Выключаем привязку. И делаем филет. Не хочет. Да? А. Понятно. Эта точка у нас просто разомкнута. Сейчас мы сделаем gold. И здесь ее тоже нужно подровнять. Соответственно. Она у нас просто ушла. Вот видите улетела. Немножко не туда. Corner. Теперь она находится в своей плоскости. Теперь можно делать ей филет. Такой вот люденький филет. Еще раз проверяем это в режиме с лейсом. Отлично. Вот она фаска получилась. То что нужно. Теперь делаем кольцо. Кольцо мы сделаем таким же точно образом. То есть я сейчас просто прорисую сплайн ректенгулар. И сделаю филет крайних точек. этой точки, этой точки. Далее филет, скругление. И точно так же проворачиваем этот сплайн относительно оси нашего динамика. Модификатор лейс. Эксис. Эксис смещаем. Можно опять же включить перевязку и очень точно привязаться к центру. Все. Мы получили две симметричных формы. Готово. Вот он наш динамик, вот кольцо, которое его удерживает. Зазор здесь пошире. Этим можно, в принципе, пренебречь. Теперь давайте замоделим вот эти вот шурупы. Как я это буду делать? Я это сделаю следующим образом. Я прострою бокс по габаритам примерно равный моему шурупу. То есть он будет у меня два с половиной миллиметра, а она два с половиной миллиметра. Отсеку нижнюю либо же заднюю грань. Delete. Далее сделаю копию в референсе, чтобы нам было удобнее работать. На эту копию модификатор TurboSmooth. В две итерации можно. Получили заготовку. Теперь нам нужно получить вот такие вот канавки, да, для того, чтобы нужно было отверткой этот шуруп открутить. Опять же, референс сделаем. Сюда повесим editable поле, модификатор. выберем соответствующие сегменты. То есть это будет крестовина. И сделаем чемппер этих эйджей. Значение нужно поставить невысокое. То есть примерно так это будет выглядеть. Окей. Далее выбираем эйджи, которые будут сдавливаться. И делаем экструд со знаком минус. минус 0,4, например. Окей. Сюда можно повесить, точнее нужно повесить еще один турбосмус. В две итерации я это сделаю. Так, и получаем уже что-то похожее на наш руб. ну, слишком загважены у меня сейчас углы, поэтому я сделаю чемппер этим сегментом для того, чтобы сделать угол более острым. такой очень маленький чемппер. Есть. И таким образом мы получаем более острый угол. То есть такой, как у нас на фотографии. Хорошо. Что дальше? Я смотрю, что мой шуруп сейчас недостаточно округлый. если смотреть на него с какой-то вот в левой проекции, да, в боковой. Поэтому я воспользуюсь модификатором FFD 3х3. Возьму Control Point и задам соответствующее скругление. Отлично. Конвертируем поле. Здесь тоже можно взять, например, луп у него и сделать вот такую вот штуку. Потом выделить Edge, опять же нажать луп и сделать чемппер небольшой. Все. А, здесь я чуть-чуть переборщил с чемппером. Видите, пошло на слоение полигонов. Этого допускать нельзя. Поэтому вот так будет выглядеть. Окей, шуруп готов. Теперь просто ставим его нужное в соответствующее место. он великоват. Я его просто с кейлом сейчас уменьшу. Они у нас стоят немножко не так. В принципе, это не имеет значения. Один у нас будет здесь, второй соответственно здесь. подгоняем их так, чтобы они стояли у нас очень аккуратно относительно кольца. Вот так вот. И делаем копию на нижнюю часть нашего динамика. Опять же, можно в референсе, можно в инстансе. Все. На этом моделирование закончено. Как вы видите, ничего сложного. Тела вращения делаются по одному принципу. Вот, собственно, готовый результат. Всем спасибо за внимание. Всем пока.